Так, 13 октября 2024 год. Важное, по-моему, событие, которого я ждал так точно с апреля месяца. Вчера сбили F-16 нашим украинским российский бомбардировщик или штурмовик. Бомбардировщик, 50 километров от лота бомбардировщик. То есть тот, кто собирался кабы сбрасывать на украинские позиции, получил наконец. Очень долго это было. То есть в апреле месяце я сейчас посмотрел свои видеозаписи. Я говорю, что сейчас придут к 16, придут ракеты воздух-воздух и начнется птичка-пад. Я надеялся, что это придет даже к тому, что уже в этом году все может закончиться. Но поскольку так затянули, да, сейчас октябрь, вот мы только наблюдаем первый такой серьезный прилет. Немножко затянется, но хорошо, что уже так. Дают французы в первом квартале следующего года, а это уже через два месяца, миражи. Еще там какие-то дают. Забыл, как называется. Не F-16, не миражи. Грифоны, по-моему. Грифины, что-то такое. Шведы или... В общем, ребят, конечно, кабы это просто мрачная штука. Начиная с того, что по мне он в марте прилетал, ну, рядом с блиндажом для Глоба. Так, по контузии у нас чуть-чуть. Благо, что чуть-чуть. Ну, как бы это мрачная штука. У нас с ней, конечно, надо бороться в первую очередь. Никакие артобстрелы, никакие... С этим не сравняться. Да, это раз. Это первое хорошее, важное, действительно важное событие. Наконец-то начали... То есть, мало того, что F-16 есть, значит, уже и ракеты воздух-воздух есть. И, значит, уже есть ДРЛО, блин, эти самолеты, которые цели вычисляют на таких расстояниях, там, 100 километров от фронта и так далее. То есть, то, что там шведы, по-моему, тоже нам давали. Да, с радаром, вот этот самолет, который летает с тарелкой. Да, ну и по поводу того, что я вчера... Не, когда позавчера, да, делал видеозапись по поводу того, что 3 миллиона уже стала выплата за подписание в Белгороде контракта. Это много тратят из бюджета. Мне делают поправки, что это не все из бюджета. Часть из этих выплат идет из местных, не из Министерства обороны, а из местных. Но это несущественно, ребята. Вы понимаете, что в любом случае это затраты. То есть, я вот сегодня только увидел видео, грани, по-моему, да, там девушка одна из БВС. Она говорила, что мы с марта отслеживаем месяца 22-го года, с самого начала войны, как дополнительные деньги платятся за то, чтобы симулировать людей, подписывать в России контракт. Она говорит, что 80 раз за эти два с половиной года увеличивалась сумма выплат и сменялась в сторону увеличения. И средняя, говорит, она увеличилась по сравнению с мартом. Вот сейчас средняя выплата, да, если в Белгороде там 3 миллиона, там в Санкт-Петербурге там 1 миллион 900, в Москве 2 миллиона 300. В среднем это среднее арифметическое увеличилось в 15 раз. Вы, ребята, понимаете, что как бы все равно ресурсы не бесконечные. То есть, мне говорят там, а что у вас, а что у вас, какая разница, а что у нас. Мы защищаем свою страну, мы тут и бесплатно. Это, понимаете, в 2014 году у меня зарплата была такая же, как у грузчика, понимаете, до того, как меня мобилизовали. Меня мобилизовали, я получал примерно то же самое. Так что сейчас, конечно, платят гораздо больше. Ну, в любом случае, мы защищаем, то есть, кто решил защищать свою страну, свой дом, блин, не сбежал там через кису, не дезертировал, там, все значение пошло. То есть, ну, какая нам разница, сколько денег это все. Мы защищаем, блин, нафиг свою страну. Понятно? А то, а у вас, а у вас, что у вас, мне пофиг. Мне главное, чтобы в России закончились ресурсы на ведение этой войны. И они заканчиваются, потому что рублей-то, конечно, Россия может напечатать себе сколько угодно, но, судя по тому, что уже за сотню там рубль переваливает и евро, то есть, валютное поступление как-то меньше. А валюта нужна там для всего, понимаете, для каких-то прицелов, для каких-то, ну, то есть, есть много чего такого, что Россия не делает самостоятельно. Потому что лапки и березовый сок, это как бы все удачи в импортозамещении. Это важно. Россия, еще раз говорю, то есть, вот, если увеличилось, допустим, с 23-го года на 24-й, как увеличился бюджет военный российский? На 68 процентов. То есть, больше, чем в половину увеличили там, ну, не помню, с 8 миллионов там, с 6-3 миллионов, не буду говорить. Не помню этих конкретных цифр, помню проценты. А с 24-го на 25-й, хотя должен был уменьшиться по задумке еще ранее, год назад, но теперь он увеличился, но всего-навсего на 26 процентов. То есть, инфляция сожрет это увеличение аж бегом. То есть, россияне даже не смогут нанять тот же самый количественный состав, потому что у них такое же количество денег, грубо говоря, номинальных, будет уходить на гораздо меньшее число наемников, которые сюда пошлют на Конград. Всем это все понятно. Я уже не говорю о том, что с техникой, все видят, как у них с техникой, да? Огромное, я что-то про склады не говорил. Ребята, вот это склады, вот эти нефтебазы, просто красавцы. Это очень сказывается. Где это, скажем, Брянске, где, блин, нафиг работали? Но, блин, даже здесь чувствуется, блин, нафиг, что, блин, гораздо меньше стало. Наши стали больше, блин, нафиг лупить, чем по нам. Это просто, блин, я просто в шоке. Я такого номера за эти два с половиной года не наблюдал. Я не знаю, как на других участках фронта. Конечно, это что-то видит сержантом из своего, блин, даже из своего окопа. Ну, по крайней мере, понимаете, есть динамика. Подпологанный я в 22-м году, когда-то, блин, я же говорю, за 6 часов дежурства, блин, нафиг. Ты, блин, раз 15-20 вбегаешь в укрытие, потому что тебя кроют арта, блин. Там самолеты, вертолеты, блин. Я сейчас самолета российского не видел, не знаю, с апреля, наверное. Ну, это может, потому что кабы у них теперь дальше. Могут они сбрасывать с более дальнего расстояния. Раньше ты просто визуально видел, как он подлетает над тобой там. Ладушки, в общем, по-моему, 25-й год будет. Говорят, что там не закончится, не закончится. Я думаю, что просто Россия уже не будет в состоянии вести такой агрессивности, такой степени агрессивности войну, как она вела в 22-м, в 23-м и особенно в 24-м году. Хуже месяца, чем март этого года. У меня не было с 14-го года, я вам серьезно говорю. Но после этого все нарастает, нарастает, нарастает. Как я говорил, я с начала года. Не только я там говорил, что так будет. А я вирус там за Д-это говорил там, да. То есть у россиян все-таки стачивается вся техника. А у нас, у нас мы независимы от финансовых способностей Украины практически. Потому что нам всю эту технику поставляют эти самые американцы, европейцы. И не говорите, что мы в долги влазим из-за этого. Блин, срать на долги. Россияне нас убивают физически, стараются устранить нас просто, чтобы не было никакой Украины, чтобы не было никаких украиномовных. Да, и совершенно открыто об этом заявляют. То есть одни тебя в долги вгоняют, пускай, я даже не против, да. А другие тебя убивают. Что вы себе выберете? Когда к вам заходит один, который вас грабит, а второй, который пытается вас убить. Вы кому будете пытаться противостоять? Это какие странности, вы в долги вгоняете. Ну да, при первой стране, дурная, тупая, огромная, блин, мега-это сраная империя, Российская Федерация. Ладно, все, пошел уже на МОП. Все буду в Украине. На 2 Майклс.